И в школу, и в больницу в рамках федеральной поставки в Иваново прибыл первый транш автомобилей скорой медицинской помощи. Пока это 12 машин из 25. Временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский осмотрел новинки. Все автомобили оснащены по последнему слову техники. Это укладки уже готовые для оказания экстренной помощи детям, взрослым, роженицам. Это щиты, которые используются для транспортировки пациентов с травмами позвоночника. То есть весь спектр оборудования, который необходим, здесь в наличии. Пока медтранспорт не распределен, автомобили направят в больницы региона в зависимости от потребностей муниципальных образований и изношенности автопарков. Кроме медтранспорта в регион прибыли 4 школьных автобуса. Каждый из них вмещает 20 детей и оснащен всем необходимым. На таких я не ездил. То есть это новая модификация. Я до этого ездил тоже на детском автобусе, только кабзик. Ну, тут более такой... И салон грубее, и машина сама по себе без гидроусилителя. То есть это управляется легче. По крайней мере, сейчас сюда гнали. Подвеска мягкая. Как отметил Станислав Воскресенский, транспорт – это только половина дела. Безопасный и быстрый путь до места назначения складывается из хорошего автомобиля и ровной дороги. Сейчас задача нам дороги теперь отремонтировать. Потому что, помните, мы с вами обсуждали, что и водители жалуются. Бывает, приходят, но в автобус и вылетают буквально через несколько недель. Не из-за того, что что-то некачественное в автобусе, а потому что просто дорога плохая. Это неплохо и безобразно. Мы начали кое-что делать, но сейчас дороги, дороги очень важны, что вся эта техника служила людям. Теперь регион ждет поступления 13 машин скорой помощи, а также 10 школьных автобусов и 5 автомобилей ГАЗ вместимостью до 10 человек. Мария Метлицкая, Денис Денисов, РТВ Иваново.